Приветствую вас в свежем утреннем брифинге. Сегодня у нас четверг, 3 июня, и мы с вами традиционно разбираем события, которые могут оказать влияние на финансовый рынок. И глядя на графики, честно скажу, что особо-то движений нету. Такое впечатление, что на рынке тишь да гладь. Однако есть некоторые тревожные звоночки, на которые бы я хотел сегодня обратить ваше внимание. Например, де-факто ФРС начинает распродавать активы. Что они там продают и чем все это может закончиться? Попробуем разобраться в сегодняшнем утреннем брифинге. Также поговорим про Газпром, про Новотек. Ну, в общем, все как всегда. Ссылки в описании. С вас лайк, подписка, комментарий. Поехали. Федеральная резервная система США скоро начнет распродавать корпоративные облигации и торгуемые на биржи фонды, накопленные в прошлом году с помощью механизма экстренного кредитования, созданного для сдерживания экономических последствий пандемии от COVID-19. Это официальная новость, которая находится на сайте Федрезерва. Вы с ней можете ознакомиться самостоятельно. И эта новость действительно пугающая. Почему? Потому что распродажа активов – это все не в пользу роста фондового рынка. И мы действительно можем получить негатив. Но, как мы видим, S&P 500 вообще полностью проигнорировал это событие. Почему? Потому что объемы на самом деле небольшие. Мы с вами можем посмотреть баланс Федеральной резервной системы США, что мы периодически, кстати говоря, делаем в наших утренних брифингах. Так вот, пожалуйста, вот несколько строчек, которые и относятся к механизму экстренного кредитования. Речь в данном сообщении идет именно о вот этой строчке, о программе объемом в 26 миллиардов долларов США. Это очень скромный объем. Это для нас с вами 26 миллиардов долларов США дофига, а для программы поддержки немного. Реально, скажем так, не пошла эта программа, что называется, в массы. Поэтому, ну окей, 26 миллиардов долларов США рынок проглотит, даже не заметит. Даже если мы с вами сложим все эти строчки, то есть все эти объемы, то получим объемы менее 80 миллиардов долларов США. Для сравнения напоминаю, что ФРС еженедельно скупает облигации и еженедельно скупает ипотечные бумаги в объеме более 120 миллиардов долларов США. Так что, если 80 миллиардов долларов США растянуть на продолжительное время, о чем говорит ФРС, то действительно рынок это не почувствует и непосредственного влияния это на S&P 500 и не окажет. Но это тот самый звоночек, о котором стоит призадуматься. Дело в том, что этим сообщением ФРС как бы начинает сворачивать те программы, которые были предназначены для поддержания экономики. Самая большая программа это та самая КУЕ, которая уже по счету получается КУЕ-4, дичайшая программа. И вот если о ней пойдет речь, тогда да, тогда движуха будет здоров. Кстати говоря, речь уже об этом появляется. Например, вчера президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер сообщил о том, что Федеральная резервная система США должна начать обсуждение сроков сокращения программы покупки облигаций. И в этом плане он не одинок, он не первый, кто так заявил, потому что его коллега из ФРС Далласа, Роберт Каплан, тоже на прошлой неделе сообщил о том, что эти обсуждения нужно начинать. Предстоящее собрание Федеральной резервной системы США состоится 15-16 июня. Я думаю, что это будут жаркие дни, потому что, напоминаю, 16 июня, помимо ФРС, мы с вами будем наблюдать встречу Байдена-Путина. Чем там все закончится, честно говоря, не знаю. И хотел бы я обратить ваше внимание еще на одну интересную штуковину. Дело в том, что 18 июня состоится последний торговый день в текущем актуальном фьючерсе на S&P 500. Если вы, например, не знаете, где эту информацию брать, то посмотрите, пожалуйста, в описании к этому видеоролику. Там есть ссылка прямая на вот эту страничку. Это из биржи семьи групп. Тут можно посмотреть, какие объемы, какой открытый интерес, какие объемы проходят на фьючерсных контрактах. Всех в данном случае это S&P 500. И мы с вами видим, что по большому счету уже потихонечку перекладывается в следующий фьючерсный контракт. Почему это важно? Потому что иногда, я не хочу сказать, что всегда, иногда смена фьючерсного контракта проходит еще и со сменой настроения на рынке. Поэтому я бы, на самом деле, не исключал, что со сменой фьючерсного контракта на S&P 500 может произойти и смена настроения участников рынка с бычьего на медвежий. Ну, а если действительно ФРС там начнет говорить о том, что нужно сворачивать куе или как-то хотя бы модернизировать, то действительно это огромный стимул для того, чтобы получить хоть какую-то коррекцию. Кстати говоря, вот, пожалуйста, перед вами график S&P 500. И здесь с серыми линиями отмечены даты тех самых экспираций. Я прям припоминаю март 2020 года в утреннем рейтинге. Мы уже с вами как-то это обсуждали тогда, что грядет экспирация фьючерсных контрактов, а значит и возможная смена настроения, которая тогда и произошла. Напомню, в марте 2020 года вообще все думали, что все, это мировой крах, о том, что индекс будет падать еще дальше, еще ниже, и всем все капец. Но нет, ФРС запустил печатный станок, все понизили процентные ставки, прошла квартальная экспирация, и вуаля, мы с вами получили достаточно резвое обновление максимумов и резвое восстановление, что называется V-образное восстановление. Тут же отмечено, что июньские прошли, прошла экспирация, скажем так, со снижением. Но это сейчас кажется, что так вот немного, но на секундочку это минус 9%. Примерно перед сентябрьской экспирацией фьючерных контрактов тоже произошла коррекция в районе 10-8%, более гладко. Кстати, здесь еще и произошла смена финансового года, она у них в сентябре происходит в США. Значит, в декабре все прошло достаточно гладко, в марте, в принципе, все достаточно гладко. Как пройдет 15-го, ну, как пройдет 18-го июня, это, конечно, мы с вами не знаем, посмотрим и обсудим попозже, но внимание, внимание на эту дату, внимание на этот момент. Наблюдаем мы с вами стремительный взлет акций «Газпрома», потому что проект «Северный поток-2» де-факто выходит на финишную прямую. Объекты «Северного потока-2» в Ленинградской области со следующей недели начнут работу в тестовом режиме для подготовки пуска газа в Германию. И это действительно успех, можно сказать, что «Северный поток-2», который построен то ли на 95, то ли на 98%, все равно будет запущен, и в какой-то степени даже США опустили руки. Хотя, честно говоря, республиканцы пишут в госдепартамент, говорят, эй, Энтони Блинкен, Блинкер, или как там тебя, мы тебя вообще утверждали. Почему? Потому что ты сказал, что любой ценой остановишь «Северный поток-2». Чего назад сдаете? Чего назад сдаете? Давайте-ка санкции и так далее, и так далее. В общем, США на эту тему бурлит, а мы потихонечку приоткрываем кранчик. Акции «Газпрома» среди лидеров российского рынка вчера, да, и 270 – это не предел. Мы закрылись выше 270, поэтому, наверное, к 300 все-таки путь открыт. И я думаю, что никаких санкций теперь «Северный поток-2» не остановят, проект будет запущен. В принципе, об этом мы с вами на этом канале говорили почти каждый раз. Кстати говоря, эта новость пришла к нам с бизнес-форума «День предпринимателей», который проходит сейчас в Санкт-Петербурге, и оттуда очень много других полезных новостей приходит. Например, «Новотек». «Новотек» и «Сейдженг Провинциал Энерджи Групп», не знаю, кто такие, но очень китайцы, да, подписали базовые условия соглашения о долгосрочных поставках СПГ с проекта «Артик СПГ-2». Соглашение устанавливает ключевые коммерческие условия на поставку до 1 миллиона тонн СПГ в год с проекта «Артик СПГ» в течение 15 лет. Долгосрочный контракт, о котором мы с вами, в принципе, и мечтать-то не могли, подтолкнули акции «Новотека» вверх. И это ровно то, о чем мы с вами говорили вчера. 1500 – это было вчера много, а сейчас 1552 – еще больше. Здесь позитив тоже есть, и «Новотек» вчера обсуждали о том, что байбеки происходят, сегодня говорим о том, что огромный контракт 15-летний подписан, поэтому прибыли здесь может быть много, и 1700, я думаю, не то, чтобы не заставить себя ждать, но это та отметка, которую забрать, как мне кажется, не стыдно. А вот что стыдно наблюдать, это то, что розница делает с американским фондовым рынком. Акции компании АМЦ достигали 70 долларов за штуковину, и эта вещь, эта акция этой компании выросла на, внимание, 3000% только за этот неполный 2021 год. И многие, конечно, это обсуждают и, конечно, хотят принять в этом участие, потому что, представляете, за один день, если ты купил по 40, продал по 62, ты заработал 60% прибыли. Ребята, такого не будет. Если у вас это получится сделать, вам больше повезло, потому что это, ну, это гэмблинг, я не знаю, это то, чего не должно происходить на рынке, с этим надо завязывать. Я не знаю, честно говоря, куда смотрит регулятор, давно бы уже закрутили бы гайки, потому что компания, акции компании не могут расти на 3000%, при условии, что компания говно. Посмотрите, пожалуйста, на АМЦ, что они из себя представляют. 2019 год, 2020 год, снижение активов, эта компания, она не растет. Более того, за 2020 год у этой компании собственных, собственного капитала нету, она в долгах живет. Умеет ли эта компания заработать, зарабатывать? Да, ну, нет, конечно. Посмотреть внимательно на ее отчеты от года к году. Последний раз, когда она показывала прибыль, это было 110 миллионов долларов США, при выручке в 5, почти с половиной миллиардов, они заработали в 2018 году. Ни 2019 год, ни тем более 2020 год для них не был прибыльный. Они просто берут и теряют деньги, они не умеют зарабатывать. Однако, акции компании растут и видят это все прекрасно руководители АМЦ. И более того, вчера АМЦ объявила о том, что наградит мелких сторонников такими вкусняшками, как специальные просмотры и бесплатный попкорн. На бесплатном попкорне теперь растут акции компании АМЦ, блин, по 60, по 70% в день. Ладно, Илон Маск, он самый богатый человек в мире, может своим твитом гонять биткоины вверх-вниз, к нему тоже есть вопросы. И, кстати, со стороны регулятора тоже уже начинаются вопросы. Но, блин, что вообще за дичь, что происходит на этом рынке? Ой, решает, конечно, каждый же сам, но я в очередной раз настоятельно рекомендую не залазить в эту фигню, в АМЦ, и тем более не залазить в наши российские Reddit, там, одни кидаловые, честно, я вам скажу. И заканчивается все очень часто, очень плохо. События на сегодня и на завтра, кстати говоря, потому что утреннего брифинга завтра не будет традиционно. Так вот, изменения числа занятий в естественной хозяйственном секторе от АДП публикуются сегодня, потому что в понедельник был выходной из США. Сегодня же запас сырой нефти. Посмотрим внимательно за этими показателями. Меня больше интересует, какими темпами производится бензин и авиационное топливо в США. Это фактически отражает восстановление экономики в США. Посмотрим и обязательно напишу об этом в телеграм-канале, если, конечно, есть что-то важное. Ну и сегодня годовое общесобрание акционеров в NVIDIA, где будет приниматься решение о сплите акции 1 к 4. Кстати, NVIDIA на этом растет очень даже неплохо. Мы это с вами обсуждали. Тоже один из лидеров роста. 650 закрылись выше. Утверждение 1 к 4 будет сегодня или не будет. 21 состоится закрытие реестра под сплит. Ну а уменьшение цены самой акции 20 июля. В общем, на это у меня ставка остается. Здесь все как прежде. На завтра, если мы с вами говорим, то, конечно же, это нон-фарм. Никуда мы от него не денемся. Очень важный показатель, потому что именно за уровнем безработицы следит Федеральная системы США. Ну, оперативную информацию, конечно же, буду в телеграм-канал скидывать, куда уж там. Ну и уровень инфляции в России, если кто-то еще верит в эту цифру, тоже публикуется завтра. Техническая картина, как я говорил в начале, сильно-то особо не изменилась. Вот, например, брать европейскую валюту, вот эти движения, которые происходили вчера, которые происходили 28 мая, они очень-таки интересные движения. Посмотрите внимательно, да. Кто-то раз продает актив и его активно скупают. То есть есть какая-то инициатива вниз и есть какой-то спрос снизу. Так что вот эти движухи очень-таки классные, интересные. Значит, здесь идея, которая выдвигалась в бонусных видео для спонсоров. Кстати, Briefing Insight в правом верхнем углу, прямая ссылка, у кого есть доступ. Смотрите, здесь идея о таком-то коррекционном снижении сработала. Но мы видим, что действительно какой-то спрос все-таки на этот актив есть. Поэтому без особых изменений. Движение вверх – это основное. Все, что вниз, коррекция. 1,21, 1,20 – это то место, где можно ожидать окончания, это самая коррекция. Но 1,23,35 – я думаю, что это та отметочка, которую мы все-таки по итогу достигнем. Я, конечно, думаю, что евро к доллару будет скорее разворачиваться, но это, на мой взгляд, где-то должно произойти пораньше. Опять же, опять же, все будет зависеть от того, какие у нас изменения и двадцатой фон приходит. Наш российский рубль, сегодня, кстати, о нем говорили много в трансляции для спонсоров. Почему? Потому что против рубля в этом плане не попрешь. Это тот самый момент, когда ты внутренне ощущаешь о том, что активу не на чем, собственно говоря, укрепляться, о том, что рубль не должен укрепляться, потому что там и другие смежные показатели есть, и вообще все это дело не должно так происходить. А видали, да? Видали, я сказал вам, рынок – это ваши проблемы, что вы там верите, во что вы там не верите, против тенденции не попрешь. Это, знаете, это как биткоин, опять же. Можно много раз говорить о том, что биткоин – это ничто, это воздух, этого не существует, он ничем не обеспечен. Но, блин, капец, по 50 тысяч долларов кто-то биткоин покупал, кто-то продавал по этой отметке. Значит, это существует, значит, это реальность. То, что вы верите в это, не верите, это все, блин, ваши проблемы. Так что здесь примерно то же самое. Но, опять же, да, если мы с вами посмотрим на вот этот вот график, то рубль здесь укрепляется на чем? На нефти, на нефти, которая растет, и, в принципе, она может продолжать расти, но ценовые облигации здесь показывают снижение, индекс доллара без особых изменений. Я думаю, что это все, наверное, все-таки позитив от предстоящей встречи между Путиным и Байденом. С другой стороны, для нас это ничего нового нет. Значит, по осишке, если мы сами посмотрим, то обратил бы я ваше внимание на вот этот баланс, это 75700, 74900, он достаточно большой. По-хорошему, по технике, все, что вверх – это все коррекция, все, что вниз – это основное движение. Можно обратить внимание на 74400. Здесь тоже интересная была на торговочке, поэтому если мы каким-то образом окажемся выше, чем 74400, то это уже можно будет говорить как о наличии какой-то инициативы вверх, как минимум. Смотрим за фундаментальным фоном и там принимаем решения соответствующие. Спотовый рынок к 73-м, даже если мы приблизимся, для нас-то с вами не должно быть никак новостью о том, что мы можем продолжить снижение. Мы говорили, и все пока происходит. Да, может, на ожиданиях это или на каком-то диком позитиве – неважно. Это так, это факт. Тенденция вниз, и против тенденции здесь в этом плане не попрешь. Ну, а евро-рубль остается себе неизменным, находится в боковике и очень даже скучный. S&P 500, и на самом деле каких-то особых движений вчера не показал. Ну, распродали его в первый торговый день в США, это было позавчера. Ну, а сегодня те же самые идеи. Торгуемся вот в этом боковике, каких-то новостей нет. Кстати, обращаю уж внимание, что в отличие от российской валюты, S&P 500 не испытывает какого-то дикого позитива от встречи Путина с Байденом. Так что здесь игра в одни вороты, по большому счету. Движение вверх здесь основное, это то, о чем сами говорили. 4300, я думаю, мы можем, конечно же, достичь при условии, если не будет там чего-то нового. Ну, опять же, до 16 июня ждем. Ближе к 16 июня будут, конечно, движухи. Я думаю, что здесь мы много-много интересных новостей получим со стороны встречи Байдена Путина, со стороны ФРС. Так что вся жара переносится на середину июня. В Насдеке примерно то же самое, никаких особых движений нету, поэтому и здесь нам нечего обсуждать. Есть определенный потолок, пока мы его пробить не можем, хотя в потенциале, конечно, фондовый рынок скорее вырастет, чем провалится. Но, опять же, посмотрим, что будет у нас там навстречу и как пройдет экспирация. А вот российский рынок прет как на дрожжах. Ну, и здесь, конечно, основным драйвером было, да, это тот же самый «Газпром», это тот же самый «Лукойл». Все то, что тяжеловесное, все то, что растет. Вчера на позитиве стороны вот этого петербургского экономического форума, что там происходит. В общем, здесь тоже не попрешь против тенденции. О том, что мы двигаемся вверх, это мы видим, это мы говорим. Конечно, когда-то может настать определенное разочарование, но пока этого не происходит. 162 160 600 я бы отметил как поддержку. Все, что вниз, это коррекция. У кого есть длинные позиции? Вчера мы говорили, что стоп, без убедок можно ставить сюда. Сегодня мы говорим о том, что можно переставить чуть-чуть повыше. Продавать пока на ожиданиях о том, что все будет плохо, я бы не стал. Хотя, конечно, не лаваш, что называется, по-другому не скажешь. Ну, вот, например, есть люди, которые до сих пор не верят о том, что цены на нефть могут расти и продают. И я знаю этих людей, и это неплохо. Это ваше решение. Опять же, я хочу просто вас оградить от вещей, что можно верить во что угодно. Можно верить в бабочек Гартли, можно верить в уровне Фибоначчи, можно верить, что какой-то актив недооценен, переоценен. Но если кто-то фьючерс на WTI покупает по 69.24 и продает по 69.24, то это факт. Он видал ваше. Верю, не верю. Рынок не про это. Тенденция вверх. Дефицит есть. Об этом мы с вами говорили. Коррекции даже серьезные каких-то не происходит. Цель 69 взята. Цель 70, я тоже, думаю, будет в этом ключе взята. На бренде, который торгуется у нас на московской бирже, я бы выделил уровень 70. Здесь много наторговано. Но опять же, да, это потому что наш фьючерс, то есть московская биржа. Основные фьючерсные контракты на бренде торгуют, конечно, на бирже Айс. Так что, но тем не менее, окей, 70 это то место, где цена не должна оказаться. Вот если мы туда упадем, будем задаваться вопросом. Почему упали, на чем упали. И тогда уже принимать решение, будет ли коррекция это или начало какого-то разворота. Что касается золота, здесь без особых изменений. Мы с вами движение вверх как показывали, так и показываем. Ну, не так уж быстро, как хотелось бы. Но, тем не менее, идеи те же самые. 1687-1860, это все поддержка. Все, что вниз коррекция, все, что вверх основное движение. Цели 1925-1950 для нас в этом плане остаются теми же самыми. Ну, вот таким образом выглядит сегодня рынок, на мой взгляд. Традиционно, если вам понравилось, то пишите несколько слов в комментариях. Не забывайте делиться этим видеороликом в соцсетях через кнопку «Поделиться». Ну, и до встречи теперь уже в прямом эфире, который состоится завтра в пятницу в 9 часов 30 в московском времени. Старт, где мы с вами обсуждаем в течение 60 минут разные события, которые так либо иначе влияют на рынок, либо на околорынок. Ну, а утренний брифинг теперь уже в понедельник. Всем профита. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...